Витаем на Диаспора.ua. Знамы на звездку из Украины капитан первого ранга ВМС США у Витсталти Гарри Табак. Здравствуйте, Гарри. Витаю, Богдан. Витаю. Очень рад вас видеть. Всегда рад быть на Диаспоре.ua. Взаимно. Спасибо, что нашли время, Гарри. И разрешите мне сначала выразить поддержку Израилю в войне против терроризма. Диаспора, Украина, как и все здравомыслящие люди солидарны с Израилем. Когда я был в Израиле, в Газии, туда мы ездили, то многие мне кричали солдаты, слава Украине, они меня за украинцев принимали. Да, да, очень приятно. Гарри, какая обстановка сейчас в Украине? Мы знаем, что основная проблема это остановка поставок вооружения со стороны администрации Байдена. И несмотря на то, что средства для помощи есть, еще остались с прошлого года 4,2 миллиарда по каналам людей, которые могут быть использованы в любое время. И даже еще есть 6 миллиардов по другому каналу, которые должны были быть использованы на заказы для поставок вооружения Украине еще с прошлого года тоже. Но они лежат нетронутыми с прошлого марта, кажется, насколько мне известно. И как вы думаете, почему об этом молчат СМИ, как здесь, так и в Украине? Ну, в Соединенных Штатах Америки, я думаю, СМИ, если вы будете иметь дело, ну, со многими организациями, со многими СМИ, это же не секрет, что 90% американских СМИ – это левые СМИ, и критиковать президента Байдена это нельзя, и это невозможно делать. И мы видим, что даже во время Addressing the Nation, когда обращение к нации Байдена, то отец погибшего солдата, морского пехотинца в Афганистане крикнул ему, как насчет моего СМИ, как насчет морских пехотинцев, когда Байден сказал, что мы в большей безопасности, и мир в большей безопасности с тех времен, как он пришел к власти. Ну, это же каждый день, что-то происходит. Хаити, Хаити, там, Тайвань, Израиль, не говоря уже о Украине, как убийства здесь происходят. Я был в Харькове, ну, это каждую ночь обстрелы, каждую ночь. Ну, это невозможно так людям функционировать и жить просто, потому что сирены ночью не дают спать, ну, и бомбежки, и Одесса, и Киев, и везде. Я думаю, что это не улучшится после выборов, так называемых выборов в России президентов, ну, это вот террористы еще раз себя поставит там и назовет президентом великой державы в кавычках. Конечно же, это очень сложно, и мы видим, что когда отец вот этого погибшего морпеха стал кричать, то его арестовали и посадили на несколько дней, он, ну, пришлось, пристить в тюрьме, он говорит, где это видно, что у нас не могут хакать или там обсвистать, кого-то из-за этого тебя посадят, или арестовали. Уже даже это пока, то есть отец, который не может пережить спокойно смерть своего сына, смерть, которая не нужна была абсолютно, ну, и даже ему затыкают рот, это что-то вроде, когда подводная лодка утонула в России, в России, там, затыкали рты женам и матерям погибших моряков. Получается, что у нас то же самое сегодня. Ну, и, конечно же, это СМИ затыкают рты этим всем, ну, и здесь подхватывается это Украине очень здорово. Еще вчера, причем каждый, день, знаете, знаете, Багдана, у меня все время такое впечатление, что я думал, ну, все, там, Трампа выбрали в президенты, это все закончится. Ну, была предвыборная кампания грязная, вот они на него лили, там, неправду говорили, но теперь это все закончится. После этого, когда он президент опять, то, мы думаем, ну, хорошо, он уже не президент закончится, нет, не заканчивается, и сегодня продолжается. Вчера опять, значит, Трамп сказал, что он не будет защищать, если, когда он станет президентом, он не будет защищать страны НАТО, если они не будут платить свою долю, и наоборот, Путину скажет, иди делай там с ними что хочешь. Того не говорил, но это вот, и каждый день, каждый день что-то происходит. Мелания Трамп, значит, его бросила, проститутки на него написали, и черт знает, что каждый день в течение семи лет. Вчера я проснулся, и что-то, может быть, уже перестали о нем говорить, вот со вторника, значит, как... Нет, вышло, что, оказывается, он Орбану сказал, что он не даст ни копейки Украине, и таким образом остановит войну. Вот где это они взяли, значит? Павел, американский дальнобой, сделал очень хорошую передачу на эту тему, что это найдено на каком-то телеграм-канале, значит, уже Орбан, они сказали, что Орбан сказал, что ему сказал Трамп, а все это выдается, значит, что это Трамп. Я, во-первых, не понимаю, как это они могли на украинском телеграм-канале сказать «Украино-российская война». Это, получается, что Украина напала на Россию. Вы что, идиоты? Ну, уже, по-моему, гражданские люди понимают, что говорить «Украино-российская» – российско-украинская. Ну, это пропаганда, пропаганда с первых же слов. И каких это пор мы перешли на копейки и рубли? Я не могу понять, что он не даст ни копейки. Ну, может быть, он ни копейки, российский ни копейки не даст, но, может, ни центы и доллары. Ну, и, конечно, такого, а он Трамп не опорвигает. А вы уверены, что Трамп вообще знает, что такое мог сказать Орбан? Как он может опровергнуть того, чего нет? Я спросил больше того. Я спросил, у меня в моем окружении есть венгры, люди, у которых венгерский – родной язык. И я понимаю, как вот постоянно переводится здесь в Украине Трамп, или Байден. Это близко ничего нет к интерпретации. А они говорят, что они послушали, что говорил Орбан, он не говорил этого. То есть он сказал, как они понимают, он имел в виду сказать, что Трамп ему с ним поделился, что если Америка и Европа не будут давать денег на Украину, то Украина может проиграть эту войну. Ну, а что такого он сказал непонятного? Ну да, что если не будет, будут помогать. И что, да, Орбан от себя сказал, что республиканская партия не хочет голосовать за этот пакет. Правильно, я считаю, что вот я в Украине, когда начинаю здесь с журналистом и на разных каналах, говорить, вы знаете, что в этот пакет входит? Что входит в эти 61 миллиард долларов? Я, например, знаю, что там Хамасу 10 миллиардов долларов. Опять же, подумайте, полтора миллиарда от силы, полтора миллиарда в Газии живет людей, половина из них, наверное, террористы, в Израиле живет 10 миллионов людей, Израиле дается 14 миллиардов, а Газии дается 10 миллиардов, а Украине 60. Даже при том, что Украина ведет полномасштабную войну, и в Украине 40 миллионов людей. Ну, это даже в процентном отношении никуда не годится. А что входит в эти 60 миллиардов, никто не знает. Ну как же, помощь Украине? Ну какая помощь? Ну, оружие там. Ну какое оружие? Не знаю. Ну уже же объяснили тысячу раз. Нет, это бествога головой об стенку бить. Вы бы голосовали за такой пакет? Вот вы бы голосовали? Да. Я бы голосовал. Как вы голосовали? Если вы знаете, что там ничего нет, то там к террористам, и ничего про нашу безопасность там не говорится, про нашу границу. Хотя пакет называется «Пакет по безопасности Соединенных Штатов Америки». И вот это вот, конечно, без конца. И вот вчера уже весь день мне вот что, вот что Трамп сказал Орбан. Будто они слышали, что Трамп сказал. Как будто это, и это уже за факт выдается, и ты ничего поделать по этому не можешь. Поэтому уж пропаганда, это очень-очень сильно работает, и работает здорово. А если я упомяну им «Диаспора Юэй», а что там на «Диаспору Юэй»? Я говорю, ну послушайте, что на «Диаспору Юэй». Я, кстати, не понимаю, что на «Диаспору Юэй». Я знаю, что это там хорошие люди, которые требовали все время оружия для Украины, которых назвали врагами Украины. Но они вещают на украинском, на вашем родном языке. Послушайте, вы украинцы, не я. Это, конечно же, но ситуация, конечно, Богдан, ситуация здесь сложная. Во многих отношениях политически сложная, экономически сложная ситуация, военная сложная, ситуация с оружием сложная, ситуация. Но я не могу сказать, что здесь люди пали духом. Я не могу сказать, что здесь военные. Все, наверное, стали более серьезно относиться, и не веря новостям, здесь в Украине на главных каналах, потому что два года их убаюкивали, им рассказывали, и не понимают, что это... Да, да, они еще небольшие любители Трампа, и там их тоже предаст, но уже не верят, что Байден при Д-порядок на ВИДе тоже. Но духом не падают. То есть оборону, они готовятся к обороне, к жесткой. Солдаты тоже, я не могу сказать, что деморализованы там или что-то такое. Нету, все довольно-таки устали, все устали от этой войны, но духом они не упали. Я не вижу упадничества настроений здесь, ни среди гражданского населения, ни среди военных. Это очень хорошо, но, к сожалению, мы видим некоторую часть... Ну, я сужу по комментариям. Есть некоторые, ну, скажем так, разочарования помощью администрации Байдена, но люди не понимают, что это не Америка, а демократическая администрация Байдена. И мы много фактов нашли, например, до войны. Я не знаю, насколько вам известно, этот человек Эрик Принц, он основатель компании Blackwater. И он предлагал Байдену поставить Украину перед войной 150 истребителей, ну, вообще, 500 было самолетов, чтобы предотвратить это вторжение. Но администрация Байдена отвергла его предложение, и практически эта возможность была утрачена. Но так как он основатель этой компании, он не только самолеты предлагал, а он предлагал и пилоты, которые уже ретайрты, он имел контакты, и даже инфраструктуру. Так как у него был опыт, у него в парке, по-моему, 70 самолетов было, но никто на это не обращает внимания. Вот каждый раз, когда вам говорят, спрашивают о Трампе, можно им надать вот такой факт и надать, что сказал Трамп насчет ядерной угрозы, которую сейчас мы слышим в последнее время из России, вспоминает о ядерной угрозе. Вот я приведу видео, когда Трампу задавали этот вопрос еще два года назад, он сказал, это слово нельзя произносить. И если Россия будет даже вспоминать об этом, то о России просто может не стать. «There will be no Russia», если буквально он сказал. И также он неоднократно говорил, что если ты пойдешь в Украину, я буду бомбить Москву. Почему об этом никто не говорит? Поэтому Путин боится, не хочет его. Да, это понятно. И опять же, сейчас они почему-то стали в Украине верить Орбану. То он враг, 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 и нельзя верить, а тут вот они вдруг поверили. Хотя он тоже, насколько я понимаю, он и этого тоже не говорил. Ну вот такая дезинформация. И я помню, что я приводил это в пример, когда Трамп сказал «N-word». «Do not even say N-word». То есть у нас тут двойное значение, потому что мои всегда дети говорили, не дай бог ты скажешь слово на букву «N». То есть противо-чернокожие, но оскорбить. Это «Nuclear», а он имел в виду. В сторону, да, в сторону чернокожих. А Трамп как бы, опять же, тут перевести они этого не могут. Они не понимают культуру разговора этого человека. Американскую культуру, что значит «N-word», что значит слово на букву «N». А он, Трамп ему сказал, не говори слово на букву «N». То есть «Nuclear», ядерное. Просто не станет Россией, если ты будешь говорить. Да, игра, это была такая игра слов. И это они, конечно, здесь не могут перевести или переводить, но это... Они не понимают, что они действуют против своего будущего. Как они могут? Опять же, я приведу пример. Это не так сложно сделать. И высмеивать какого-то русского недоумка из деревни, которому 20 лет, который едет в Украину воевать с фашизмом, говорит, что у него маги промыты. Но полный психоз, полное такое воспаление мозга массовое, как только заходит разговор о Трампе. На всех каналах, везде, все эти интеллектуалы, весь этот Голливуд, все эти профессуры. И, Багдан, это я могу сказать такую одну вещь, что самая культурная нация в мире на тот момент, самая прогрессивная нация в мире, самая трудолюбивая нация в мире, в течение пару лет смогла убедить весь народ, всю эту нацию, что профессор, у которого вы учились в университете, враг, что врач, у которого лечились ваши родители, вы, ваши дети, враг, что писатели, композиторы, актеры, их книги надо сжечь на площади, они все враги, что бизнесмены, банкиры, которые выстраивали экономику после Первой мировой войны, все враги, их всех надо убить. И это было, люди, которые жили вместе, враги, я видел это в Югославии, где люди жили друг, друг, дети, жената были вместе, вдруг убедили, что вот эти вот на этой стороне речки, они все враги, их всех надо убить. И вот то же самое с Трампом, это целый навет, навет трамписты, враги пол-Америки, больше, чем пол-Америки. Все 90% русскоязычного диаспоры, включая украинскую, постсоветскую, мы в основном все республиканцы, и большинство из нас за Трамп. Поэтому, да, как вот они смогли это сделать, опять же, через СМИ, через все остальное. Но сейчас они уже чувствуют, что ветер после вторника немножко поменялся, немножко расслабились, уже стали показывать некоторых из нас. Ну, я считаю, что это очень недостаточно. Мы контактировали с людьми, которые разбираются в пропаганде, и практически те каналы политики, которые мы смотрели, они все проводят скрытую пропаганду. Или они сами не понимают, или им пишут такие методички, где постоянно на республиканцев или на Трампа, который может стать президентом, негатив. И я хотел бы обратиться к нашим зрителям, слушателям, что Украина, Израиль, они стали жертвой вот этой несправедливой агрессии со стороны России, Ирана, террористов, Хамаса. И эта война в первую очередь сейчас ведется не только, я бы сказал, на поле боя, а в информационном пространстве. Именно в сердцах и умах людей по всему миру решается судьба наших стран. И я хочу обратиться с призывом стать воином из света, борцами за правду в этой информационной войне. Каждый из вас имеет силу изменить ход истории, просто распространяя достоверную информацию о событиях в Украине, в Израиле. И самым мощным инструментом для этого являются социальные сети, особенно Twitter, где это платформа номер один среди мировых лидеров, политиков США. И вы можете, ну каждый может спросить себя, что я могу сделать. Но правда в том, что даже 15-30 минут в день, чтобы ретвитнуть важную новость, прокомментировать постполитика президента, поделиться своим мнением, это уже будет очень важный вклад в наше общее дело. И если у нас, например, группа небольшая, там 3-5 человек, 10 объединилась в инфовой войне и смогла рассказать, например, почти всей Украине о Маркаровой, также и вам это под силом. Вы можете создать этот чат и, координируя ваши действия между собой, распространять правду. Это не противозаконно. И создавайте видео, пользуйтесь Twitter, прежде всего для избежания цензуры. И думайте, вникните, попытайтесь вникнуть, попытайтесь. Смотри, а мне говорят, надо догожать, а ты посмотри, сейчас подождите, ребят, но вы послушайте, уже вам и этот разжевал, и этот разжевал, и тот вам показал, и на русском, и на украинском, и на английском. Но неужели нет? Вот что-то услышали и понеслось. Это Ти Диес, такой очень сложной форме. Это долго займет, чтобы людей из этого и излечить. А вот Трамп непредсказуемый лишь. Подождите, он же был президентом 4 года. Ну что, что-то непредсказуемо, что он тогда не понравилось. В чем проблема? Он дурак, он идет, но это понятно. Ну что же вам не понравилось? Ну что же такое? Ну кто такие трамписты? Идиоты, роднеки. Ну хорошо, Алан Маск, вы считаете? И на Айлона Маска наезжает. Сейчас они здесь радуются. На некоторых каналах. Березовец есть. Что вот Маску сейчас надо будет отвечать в Конгрессе. С чего он взялся в Конгрессе? Ему несколько демократов написали письмо, что он объяснил, как Старлин попал к русским. Во-первых, война к русским. Много чего. Объясните, как российский танк попал к украинцам. Ну это война. И вот он вам дал Старлинг. Он его оплачивает каждый месяц. С своего кармана. Спасает десятки тысяч жизней на фронте, я считаю. Что же вы так хотите, чтобы его тоже... Потому что он трампист. И он трампист, я не знаю. Ну вот ты борешься и борешься с ними. Иногда у меня такое впечатление, что я российский десантник, который кирпичи башкой ломает. Ломаю, ломаю кирпичи башкой. А они не ломают, не проломают. Все время новые кирпичи какие-то мне кладут. А я все головой их ломаю. Да. Но очень, кстати, насчет Илона Маска я хотел бы просто прокомментировать. Потому что можно же зайти на Твиттер и посмотреть. И даже спросить у него. И это не нулевая вероятность, что он не ответит. Потому что Старлинги пришли в Украину. Ему твитнули министра информационной с Украины. И буквально за 24 часа или 48 он организовал доставку, самолеты. Его обвиняют в том, что он там закрыл Старлинг на Крым. Но дело в том, что он никогда не был открыт. Может был когда-то. Но ему позвонили посреди ночи и сказали включай Старлинг. А он не может это сделать, потому что надо спрашивать разрешение в Пентагоне. И он рассказал, что я не против, если президент Байден даст разрешение. Я не против включить. Но я не могу сам включить. И вот эту часть... Да, это как же при наступлении в Харьков он не успевал, он не мог получить, потому что так продвигались быстро украинские войска. Конечно же, это же частное лицо, он мог дать кому угодно это. Причем, насколько я понимаю, он нарушал закон Соединенных Штатов Америки, потому что это двойного значения. И там нужен был end user license. А он взял и дал, беря риск на себя. Но вот обязательно надо, конечно же, его унизить. Я не понимаю, зачем кто это делает, кроме того, что это наносит ущерб огромный. Ну, это идет команда, наверное, от администрации Байдена, потому что все консервативные силы, все предприниматели, которые понимают, что конкуренция, свобода слова — это основы, процветание, все они становятся вдруг врагами. А Илон Маск имеет такую платформу, Twitter, где каждый напрямую может обратиться, прочитать, что он сказал в действительности, а не кто-то там передал, как Орбан или еще кто-то. Это становится угрозой для системы, которую строит президент Байден. И мы сейчас свидетели вторжения в Соединенные Штаты. Миллионы нелегалов приходят, и мы не знаем, чем это может кончиться. За нашу. Мы же теперь с самолетами привезли 320 тысяч самолетами ночью. А для украинцев дали 100 тысяч виз, за которые надо платить, найти сначала спонсора. Я помогал людям. Поэтому я знаю, это надо взять специальную справку с работы, которые... Я даже когда покупал дом, у меня не было столько проблем этой бюрократии, чтобы собрать эти документы. Дом купить было намного легче. Это на работе в банке сказали, неделю ждать. А потом, если я все соберу и отправлю, им надо ехать с Украины в Варшаву, сдавать документы, ждать там пару дней, жить где-то. Потому что это занимает несколько дней. Не каждый поедет в Польшу, чтобы открыть эту визу. И могут отказать. Надо прививки, справки, тоже им все. И только потом они имеют шанс приехать в США. А эти миллионы, которые вообще у них войны нет. И нет надобности их перевозить самолетами. В основном это мужчины, если украинцы, это в основном женщины и дети, то тут в основном мужчины призывного возраста. И мы их еще за свой счет самолетами возьмем. Нет, конечно же, а когда вот я был очень зол, когда в Одессе погибли дети во сне, в объятиях своих матерей, сбомбив дом, такой террористический ад. А в совбезе обсуждается, как будет сбрасываться гуманитарная помощь на газу с самолетом. Причем в газе они им сбросили, они не хотят это, потому что они это не едят. Это не вкусно, это не то, это не во время Рамадана или еще что-то. Это то, что обсуждается. В каких пакетах надо, значит, паковать эту еду. Потому что коричневые пакеты это американская армия, зеленые пакеты это ислам не годится, в синих пакетах это израильская не годится. Они сидят и весь день обсуждают, в каких пакетах это надо выкидывать, краски, чтобы не обидеть этих людей. И сбрасывая это с самолетом, как бы чушь собачья. Причем они никак попасть не могут туда, на это. А в совбезе или еще где-то обсуждалось, это какие убийства детей, убийства населения, уничтожение целых городов здесь. Это, конечно же, вот у нас цинизм. Да. У меня слов нету этому. И опять же, оружие, где оружие, где снаряды. Чехия вдруг ни с того ни сего, без какого-то Рамштайна, без НАТО, без Евросоюза, обнаружила почти что миллион снарядов для Украины. И нашли где-то деньги, чтобы это сделать, без Америки, без всего. Оказывается, так можно было, да. Мы можем проследить за всеми этими событиями, как администрация Байдена с самого начала препятствовала вооружению Украины даже до войны. Это же не было бы провокацией, если бы до войны Украина получила хотя бы этих 150 истребителей, которые уже были списаны. Ну а сейчас у нас тоже, у нас как кассетные бомбы, почти что 4 миллиона кассетных снарядов. Уже миллион, по-моему, мы уничтожили. Утилизировали, заместо того, чтобы их дать Украине. Мы их утилизируем, мы их снимаем. Так насчет Хамвиз, который десятки тысяч стоит в Европе, мы их сняли с вооружения, они стоят там, ржавеют. И всего остального мы уже тысячу раз на многих каналах, на нашей команды показывали, сколько чего стоит в пустыне. Но здесь в Украине теперь новый авторитет появился, который говорит, что это все неправда и что если, главное, чтобы не Трампа, Байн, это Юрий Рашкин, такой известный вообще деятель, который, видимо, где-то служил в каких-то спецвойсках или выстроил какой-то большой бизнес или какая-то профессия у него есть, такая чайша. Вот откуда, чего, неважно. Вот главное, что он говорит. И я скажу вам, Богдан, такую вещь, что мне очень интересно, что вот все русскоязычные, там, радио, телевидение, даже на Западе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Израиле, на которых нет рекламы, как они заработают, как они эти студии оплачивают, как они все этих дорогущих, так называемых, журналистов, пропагандистов оплачивают, ну, у всех у них одна и та же риторика. Уже казалось, уже казалось бы, что в Израиле-то Трампа должны, ну, столько, сколько он для Израиля сделал, не один, все президенты вместе взятые сделали, не сделали. Но все равно на русскоязычных каналах там, нет, Трамп это не годится. Вот я иногда бываю на их каналах, это, ну, до смешного доходит. Вот Трамп не хочет помочь, при чем тут Трамп, он не голосует. Да, может быть, он имеет влияние на несколько конгрессменов у нас в Конгрессе, но не на всех, уверяю вас. Даже республиканцы. И почему он не хочет? Да, просто так, я тоже не хочу просто так кидать деньги, выкидывать, которые ничего не сделали, которые непонятно на что, непонятно зачем, да, я тоже против этого. Не скажите, зачем, сколько, сколько снарядов, кто за это отвечает. Опять просто посылать деньги в Украину, и потом они приходят каким-то образом обратно в Америку, и потом никто не может понять, за что и куда они ушли. А объяснить этому нигде, да, наверное, он выступает против... Но он же демократ, но и этим все сказано. Да, и в Израиле тоже самое, и в Израиле тоже самое. Я говорю, что в этот пакет входит, вот в эти же не знаю. Я говорю, а кто получает вот в этом пакете помощь? Ну, они говорят, Израиль, Украина, Тайвань. Я говорю, ну, кто еще? Это уже несколько раз не входит. А кто еще? Я говорю, как насчет, что Хамас получит 10 миллиардов, вас не беспокоит? Что это при чьей власти, это началась у вас эта резня такая, неслыханная за всю историю Израиля? Стоп гражданского населения никогда не гибло. То ли у них советники, но вот опять же каждый судит по себе. Они, видимо, думают, что у нас президент это царь и бог. Вот почему он все равно дал деньги Израилю? Почему все равно Израиль идет? Потому что на Таньяху его послал к чертям собачьим. Сказал, ты не царь и бог. Я у тебя не должен ничего клянчить. Конгресс сказал, тот и американский народ сказал, я таки. Хочешь скандалу, будет скандал. Поэтому он втихоря говорит, да, 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 конечно, все дает. Критикует, но дает. Недоволен, но дает. Правда, теперь они, значит, сейчас будут строить, мы будем порт какой-то, значит, в Газу, чтобы был, да, не на Черном море дать проход украинцам, а вот в Газе будем строить им порт, потому что-то еще. А, признать Газу, признать Палестину как государство без Израиля. То есть вот это убийство, что они совершили, вот это террористический ад, что они совершили, то мы, а они добились своего, они теперь получат свое государство без Израиля. От Израиля можно избавляться. Ну, абсурд, конечно же, полный абсурд. И здесь, вот ты можешь, опять же, как к стенке обращаться, пытаешься объяснить, что, ребят, эти 61 миллиард, это не для Украины. Там не написано, что эти 61 миллиард для Украины, или это помощь Украине, как раньше они это писали. Это в эти 61 миллиард входит Украина. Там много денег, которые может получить Украина, а может получить Балтийские страны, может получить Молдавия, может получить другие страны, которые в опасности от России. И туда же и входит и Украина. Но президент Байден не дал ни одной носка, ни одной банки-тушенки по Ленд-Лису, которую он подписал так грациозно, не отдает вам ваши деньги, 4 миллиарда 200, не дает ничего из других программ, где у него, по-моему, там или 6, или 7 миллиардов. Что он может сделать заказы на оружие, там заказы даже не приняты, даже не думает об этом. Почему вы думаете, что что-то из этого пакета вам перепадет? Вот это я не понимаю. Главное, голосуйте, 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 дай миллиончик, дай миллиончик, дай миллиончик. Да, ну я бы хотел обратиться к этим журналистам. Подумайте о мирных жителях, которые страдают от обстрелов, оккупации, от бомбежек. Мне кажется, наши подписчики, зрители ваши и наши, они понимают эту ситуацию, большинство. И они понимают, что борьба с дезинформацией и пропагандой, это, наверное, самое главное. И поэтому я еще раз хочу обратиться к каждому из вас, чтобы вы распространяли правду этой помощи, что у президента Байдена сейчас есть 4,2 миллиарда, которые в любую минуту он может использовать. Помощь может прийти через даже часы, согласно законодательству США. Мне нравится, что пресс-атташе Пентагона, но мы не хотим давать 4 миллиарда, потому что потом мы можем испытать дискомфорт. И у нас в законе написано, что у нас должен быть комфорт. Этого я не понимаю. А потом у нас в Пентагоне 800 миллиардов бюджет. Жили 4 миллиарда, сыграет, как бы, оказывается дискомфорт. Причем это не деньги Пентагона, это уже давным-давно деньги Украины. Да. Вернуться к Blackwater, это то, что, когда началась война, я помню, я знал людей, ПВОшников, ну, как я, отставники. Они мне говорили, Юра, если в Украине дадут ПВО, мы волонтерами, поэтому бесплатно поедем, мы будем там. Мы не хотим, чтобы гибли там дети. Вот эти обстрелы Харькова, когда были и гибли люди после Бучи, после Ерпеня. Они говорили, мы будем волонтерами, нам скажи, что делать. Я говорю, так а как? Волонтер нету. То же самое летчики. Я уверен, ребята, которые отставаны, были готовы полететь, если бы были самолеты, летать, как волонтеры. Но этого не разрешат. Да, Эрик Принц рассказал недавно в интервью на ПБД подкаст, и каждый из вас может просмотреть и убедиться в этом. Друзья, пожалуйста, распространите это видео, подпишитесь на канал Гарри, на наш канал. От вас тоже очень много зависит. Каждый из вас может стать этой ячейкой правды. Гарри, что бы можно было еще сказать нашим зрителям? Чтобы не поддавались панике, чтобы не слушали. И вот, знаете, если вам... Вы видели, что вам кто-то врал про Ленд-Лиз, про то, что все, мы уже побеждаем, что Путин уже в морозилке, что там переворот уже. Каждый день вас убоюкали в этого года, а теперь они поддаются панике и говорят, что все проиграно, все здесь, все Украина пропала, надо садиться за стол переговоров, все сдавать. Генералов нет, солдат, не поддавайтесь этому, не верьте этим людям. Если вы выходили к дантисту, который каждый раз вам вырывал не тот зуб, вы бы, наверное, перестали к нему ходить. Если вы выходили к врачу, который каждый раз ставил не тот диагноз, вы бы, наверное, к нему перестали ходить. Если вы даже садились в такси, который постоянно попадает в аварии, вы бы перестали садиться в такси. Так почему же продолжать надо слушать тех, кто вам врал два года, кто вас вводил в заблуждение? Перестаньте это делать и не поддавайтесь панике, потому что сейчас они пытаются создать панику, пытаются создать упаднические настроения в Украине, и союзников это не надо. Война не проиграна, Украина здесь, и люди здесь героические. Есть предатели, конечно, есть, есть слабаки, конечно, есть, есть придурки, конечно, есть, есть антисемиты, конечно. Все, всего есть, всего достаточно, точно так же, как и у нас, точно так же, как и везде. Но дерутся здесь люди героически. Дерутся здесь героически. Я недавно вот был на Харькове на теплостанции, которые, они подают все равно тепло везде, вот холодно, все равно везде есть тепло. Ни одного дня город не остался без тепла, хотя их бомбят. То же самое в начале войны русские пытались уничтожить там, ну да, пару месяцев с бензином, с горючим было туго, но потом все восстановилось. Да, в прошлой зимой на несколько часов отключали свет, электричество, но все восстановилось. Не парализовали, не победили, не сломали Украину. И в этом году то же самое. Люди работают, никто, никто паники не поддается. Ни солдаты, ни гражданское население. И вы тоже не поддавайтесь. Спасибо большое, Гарри, за все, что вы делаете для Украины, для Израиля, для всего свободного мира. И я считаю, что это более даже важно, информационная война выиграть. То, что вы делаете, чем вы занимаетесь, это номер один. Без этого мы в Украине не знали бы, кто враг, а кто их союзник. И я скажу одну вещь, значит, я ехал здесь по Днепру, по Запорожью и, по-моему, тоже в Харькове. И вдруг мне показали билборды с моим лицом, и там написано «Спасибо, украинский мой, и мой YouTube-канал». Это не я повесил, я бы деньги за это не платил. Ну, там еще такое мое лицо сделали, это искусственный интеллект, я сделал это, он меня видит. Но я хочу сказать, что я пытаюсь узнать, кто это сделал, у меня есть подозрения, кто это сделал. Но это, насколько мне говорят, это некоторые военные, воины, которые это сделали, повесили, и дали ему, мол, они сами недовольны той информацией, которая им поддается. Поэтому спасибо всем, и спасибо вам, Богдан. И мы все вместе, мы стая, а они из стада. Хоть и большое, но стадо. Лучше быть в маленькой стаде, чем в большом стаде. Абсолютно. Спасибо большое, Гарри. До новых встреч. Слава, Украина. Героям слава. Хай живая, Израиль. Израиль. God bless America. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.